Здравствуйте, друзья! Сегодняшний обзор посвящен еще одному трифонику Edifier, называется модель XM6PF, однако внешне я ее узнаю. Это дизайн Edifier X500, X600. Очевидно, какие-то мультимедиа функции добавлены. Здесь написано, что есть вход USB, CD-SD карта, вход аналоговый, FM-радио и ремонт-контрол, то есть пульт дистанционного управления. Ну что ж, посмотрим, как эта система выглядит. Сейчас, спустя по-моему 10 лет, как выпускали эту модель, очевидно, акустическую часть Edifier обкатал на той и других моделях и сейчас решил не менять проверенный дизайн и использовать его для более современных конструкций. Удивительно, но эту модель редко можно найти в интернете, упоминания о ней, в частности, на сайте Edifier ее нет. Видим документацию, какой-то видимо мануал, пульт дистанционного управления с функциями переключателя, входов, управление плеером, очевидно, от USB, выключение громкости, ну и громкости, естественно, регулировки тоже. Вижу сигнальные кабели, в основном они имеют разъемы 3,5 дюйма мини-джек, ну вот эти панчики тоже. Сижу полночки сателлитов, которые вынудили, оказывается, просто нужно с умом подойти, оказывается, ну кто ж знал. Вот такие вот, оказывается, тянуть за упаковку и они легко вынимаются. Далее достаем сабвуфер, основной предмет, как бы, композиции. С него, пожалуй, и начнем. Внешнего блока усиления эта модель не имеет, поэтому в сабвуфере заключена усилительная компенсация, инструкционная часть, то есть, собственно, блок электроники, поэтому он нам интереснее. Ну и кроме того, от конструкции сабвуфера во многом зависит баланс звучания всей акустической системы. Он лёгенький, примерно такой, как модель в передыдущем обзоре XM2. В боковой стороне порт фазоинвертора традиционно в форме песочные часы для уменьшения его длины, видимо, и занимаемого объёма. Накладочка съёмная, хоть и с трудом. Под ней скрывается динамик побольше и значительно потуже, чем был в модели XM2. Ну что ж, закроем его, потому что нам он как бы не очень нужен. Рассмотрим конструкцию панели. На панели мы видим органы управления плеером, слот SD-карт, слот USB, регулятор низких частот в среднее положение ставим, был он в минимальном положении. Гнездо AUX для подключения источника сигнала аналогового. И выходы на колонки опять в виде тюльпанчиков RCA. Что, как я уже отметил, на мой взгляд, некорректно. Мы не должны дать пользователю возможность ошибиться. Ещё есть выключатель громкости и съёмный кабель питания. Колонки сателлитов. Выглядит таким образом. Вижу ножки резиновые, но не липкие. То есть они мягенько позволят колоночки стоять на столе, но при этом подвинуть её можно. Хотя она не тяжёлая. Комплект сделан из МДФ, но по весу он очень лёгкий, очень. Это, видимо, современно всё, очень здорово, но мне нравится, честно говоря, более увесистая система. Хотя, как показал предыдущий обзор модели XM2, не факт. Звучание можно получить, видимо, и от таких вот облегчённых систем. Подключим. Видимо, эти штырьки по цвету должны соответствовать гнёздам для того, чтобы правильно расставить сцену. В смысле правой, левой. Мы включили эту систему, считаю, что расставили её, можно включить. При включении загорелась зелёная лампочка. Видимо, светодиод сигнализирующий о готовности системы к звучанию. Хочет сигнал. Ну, давайте им дадим сигнал. Опять же, это будет происходить с помощью кабеля с миниджеками. Я через переходник подам на него сигнал с выхода на наушники своей звуковой карты. Но нет других идей для испытания этой системы. Ну, проверим на включение систему, как любую систему. Её нужно сначала включить, а потом требовать от неё каких-то откровений технических. Ого! Вообще говоря, и X500, и X600 включала довольно басовитом. И эта система не исключение. Просмотрим её конструкцию подробнее. Система звучит очень плотно и уверенно. Неплохой бас довольно у неё. Вообще неплохой частотный баланс. Рассмотрим, что пишет они, собственно, производитель компании Adifire. Сначала сделаю потише немножко. Adifire предлагает вот такой вот файл с параметрами этой акустической системы. В том, где говорится, что она имеет вход для USB-диска и SD-карты. Также функцию файм-тюнера. 6,5-дюймов басовые, 3-дюймовые, среднечастотные, точнее широкополосные. Динамики использованы. Интегрирована на боковой стороне панель управления для подключения и управления. Также имеется инфракрасный пульт дистанционного управления. 6 кнопок для управления звучанием аудиоплеером на ней находятся. USB-SD-карты, слоты на ней также находятся. Имеется возможность запоминания режимов и уровней. Поддерживается изменение структуры папок при проигрывании с USB и SD-карты. Универсальный блок питания, имеется в виду импульсный блок питания. Вообще говоря, нам это с вами говорит, что система будет без ограничений передавать импульсные сигналы. Пиковые уровни сигналов. Импульсные блоки питания это позволяют делать иногда лучше, чем бюджетные, скажем так, трансформаторы, понижающие в традиционном аудио. По параметрам имеется мощность, заявлена мощность 12 Ватт на каждую колоночку сателлит и 24 Ватта на сабвуфер. Искажение менее полпроцента. Отношение сигнал-шум более 85 ДБ, взвешенных с фильтром А. Диапазон частот 50 Гц 20 кГц при нейронной мерности плюс-минус 7 ДБ. Входная чувствительность 40 мВ. Входные гнезда мы уже рассмотрели. Динамики 6,5 дюйма, 178 мм. Среднечастотные 3 дюйма, 78 мм. И 10 мм. Написано имеется твиттер, то есть сателлиты двухполосные. Ну-ка, давайте посмотрим. Двух лифт, полосный лифт сателлиты. Ага, да, он вот здесь, он закрыт. На просвет видно динамичек сателлита. Возможно эта крышечка снимается, возможно нет, честно говоря я не знаю. А, снимается, да. С усилием, но снимается. Вот мы видим действительно 10 мм пленочный, имеется ввиду не купольного типа, но не ленточный конечно, а купольный твиттер. Ну и управление, написано что на боковой панели с пульта дистанционного управления. Вот такой дизайн сателлитов. Видны традиционные 3,5 дюймовые динамики, которые Edifier использовались и в моделях 10-12 летней давности. Это хороший формат, на нем удобно делать колонки сателлитов, они уверенно работают от 150 Гц при определенных ощущениях, конечно. Корпус представляет собой закрытый ящик, в нем выведен только лишь несъемный кабель для подачи аудиосигнала, и имеется место крепления на стену. Какая не затейливается эта конструкция. Ну, отработанная, опять же, оказывается десятилетиями компанией, и показавшая себя видимо хорошо, поскольку она без изменений дожила до наших дней. Что касается качества звучания. Ну, давайте посмотрим, на что способна система. Вот у нас громкость на системе, при этом у меня громкость на компьютере на половине. Ого! Такой неплохой панки, я вам скажу, давит довольно неплохо, и на рок музыка очень по этому входит. Ну, я бы сказал, здорово! Здорово! Неплохо! Мне нравится! Так же она неплохо будет играть, наверное, и музыку клубную, электронную, современную. Саб довольно неплохо выступает, в нем прям басовая партия ведется, так слышно. Это он в среднем положении, сделаю на максимум. Не, так не интересно. Среднее положение опять. При минимальном положении сабвуфер не слышен вообще. То есть, только в этой модели я это встречаю, когда Edifier этим регулятором позволяет вообще выключить сабвуфер. В то же время, по интенсивности выхода воздуха, еще выхода инвертора, который сложно проверить, если они в любой... ...пакте. Мы видим, что он работает довольно интенсивно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу показать некоторые картинки из имеющихся в интернете. Ну, точнее, я их получил на сайте производителя, но не важно. Вот вид этой системы. Вот лица буфера с панелью управления. Вот панель управления. Мы видим органы управления плеером, входные слоты для SD-карты и USB, выходные разъемы для подключения колонок, шнур питания, выключатель, регулятор баса. Это порт сазинвертора. Это пульт дистанционного управления. Вы видите, на нем плюс-минус это управление громкостью, выключение звука верхняя кнопка, AUX это выбор аналогового входа, по которому мы сейчас и подключили. Также доступны входы USB и SD-карты, FM-приемник, кнопка сканера, FM-станции и три кнопки, управляющие вперед-назад, стоп и пауза. Вот клоночка сателлита. И все. Я думаю, что панель управления этой системы аналогична той, которая имеется в модели XM-2, и поэтому мы его вскрывать не будем. Там, очевидно, находится плата с интегрированным источником питания, импульсным, плата усиления, ничего нового мы там не увидим. Единственное, что эта модель отличает от той, это деревянные корпуса колонок сателлитов, а не пластмассовые, двухполосные сателлиты, а не однополосные, и значительно большего размера динамик сабвуфера. Там было что-то до 4 дюймов, а здесь 6,5 дюймов. Такой вполне взрослый сабвуфер. Но именно такие динамики устанавливались в точно таком дизайне сабвуфера в моделях X500 и X600. Edifier, которые выпускались там, бог знает, сколько уже лет назад. И выпускаются, кстати, до сих пор. Потому что, видимо, зарекомендовали себя хорошо. Принципиальная схема колонок модели XM6 и XM6PF выполнена на конечных усилителях TD-2050. Это и на саб, и на сателлиты одинаковая микросхема применены. Импульсный блок питания. Какой-то контроллер, управляющий этим всем защитой. Вот контроллер. Надежная, хорошая, качественная, старая, проверенная годами схема. Наверняка хорошо ремонтопригодна и вообще не должна портиться при эксплуатации. Послушаем другие напевы. Послушаем другие напевы. Это играет MP3 с YouTube, в общем-то, не затейливая такие ролики, возможные для воспроизведения на YouTube. Не высшего качества уже, не флаг, по крайней мере. Это MP3. И звучит очень достойно. Кстати, с собой градусно стоять на столе, но не на столе на самом деле. Поэтому... Вот так он поглубже заиграл. Ногу бьет. Ну что ж, это еще лишний раз нам показывает, что любая акустическая система может звучать хорошо. Любая акустическая система найдет своего почитателя, пользователя, которому она понравится. И, конечно, этот уровень громкости был чрезмерен для разговора, например. Невозможно было бы при нем разговаривать. То есть звуковое давление, развиваемое этой системой, не маленькое, скажем так. Не огромное, конечно, не концертное, но и не маленькое. Сейчас, надеюсь, заиграет еще какой-нибудь трек. Мы послушаем другой стиль какой-то. Но здесь хочется бас даже убавить, потому что он на мой вкус срезмерен. А вот так неплохо. А вот так. Мы любили тяжелые музыки. Друзья, на этой ноте я закончу обзор и покажу вам другие модели чуть позже. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok